Буклицу закрыли, но вы уже знаете. Итак, рок, если идет, а мы урок извлекаем. Ук, призыв, зов, значение. Так вот, на первом этапе это просто молчаливый, это на уровне интуиции. Затем идет знак, который говорит, затем идет знак, который кричит. Вот Новороссия для нас это кричащий знак. Если только мы не отреагировали, то получается четвертое событие. И нас возвращают опять на отработку тех же самых уроков. Вот это называется карма. Этот процесс, то есть кармический. Замыкает все это. Но при этом, те обстоятельства жизненные, которые происходили при продвижении нами вот по этому уроку, они будут меняться и отягощаться. Если сначала, скажем, там легкие какие-то были знаки из жизненной уроки, то потом все это будет идти с отягощения. Для того, чтобы человек понимал. Как правило, если человек не понимает, все заканчивается кармическими заболеваниями. Это корректирующее событие и затем меру меняют. Последнюю буквницу вспоминаем. Слово смерть. С мерой. То есть человек уходит в другую мерность. Если не отработал. Понятно с этим, да? Вот здесь всякий раз судьба. То есть мы когда сюда приходим, то мы не слышим себя. Судьба – это суд Бога. Если мы не догадались и пошли на новый круг, пропустили вот эту часть, то потом вот эта судьба будет вот первый так называемый суд страшный. Когда совесть нас судит. Совесть грызет. Вот деткам в Великом Спасе, когда их обучают, им объясняют, почему совесть грызет. Совесть, сова, говорят. Сова кушает грызунов. Вот поэтому и грызет. Вот такие аналогии, аллегории приводят, чтобы было понятно. Поэтому вот Новороссия для нас сейчас вот этот знак. Кричащий. Выставка, вот она. Об этом и говорит. Не случайно мы, допустим, сегодня здесь собрались. И информация, которая предшествовала встрече, была именно об этом. Если только сейчас не сделаем никаких выводов, то что? Будет корректирующие события. Как это не получить? Там вот был знак Новороссии. Я возьму.